Приветствую! В эфире Универтньюз, а в студии Аделья Шамилова сегодня мы расскажем. Победить болезнь заранее уже реальность. В Казанском университете вновь прошел татарча диктант. Олимпиады «Я профессионал» объединило казанское студенчество. Диагностика опасных болезней до недавнего времени была дорогим и сложным делом. Но в течение нескольких лет все изменилось прямо на глазах. Совсем скоро можно будет не просто диагностировать, но и предугадать появление болезни заранее. О том, насколько это реально, говорили на открытии научно-практической конференции «Постгеном-2018». За несколько лет, которые прошли со времени проведения научно-практической конференции на тему «Постгеном», новейшие медицинские технологии прочно вошли в практику современных лабораторий, перестав казаться недосягаемой зарубежной экзотикой. «Постгеномная медицина» позволяет заранее предупредить развитие болезней, которые сейчас считаются неизлечимыми. Как утверждают ученые, геномика сегодня переживает трансформацию. Именно об этом пошла речь на состоявшейся в КСК КФУ «Уникс» конференции «Постгеном-2018». Эта конференция проводится в пятый раз и в третий раз в Казани. Впервые мы ставим слоганом этой конференции в поисках модели персонализированной медицины, пытаясь соединить последние научные достижения и медицинскую практику. Из интересных секций я бы отметил, например, секцию по персонализированной медицине. Это то направление, которое мы тоже активно развиваем в сотрудничестве с ведущими зарубежными коллегами, с частными инвесторами в Татарстане. Более того, есть секция по регенеративной медицине. Это тоже одно из наших приоритетных направлений, связанное с использованием генных технологий, клетчатой терапии для лечения различных заболеваний человека. Конференция «Постгеном-2018» логически видоизменяется. От обсуждения сути новейших технологий здесь предложено перейти к изучению цифровой постгеномной персонализированной медицины. В открытии мероприятия принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Надеюсь, что результатом проведения международной нашей конференции «Постгеном-2018» станет тесной кооперацией между научно-образовательными учреждениями и новые интересные проекты, которые будут способствовать продвижению науки. Кроме ученых, занимающихся клеточными технологиями, организаторы пригласили к широкому участию специалистов в различных областях медицины, для которых персонализированная медицина – не модный слоган, а насущная необходимость ежедневной практики. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ-Ньюс. 29 октября в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ состоялось открытие Всероссийской недели сбережений-2018. Об этом наш следующий сюжет. Акция Всероссийской недели сбережений-2018 прошла в рамках реализации федерального проекта «Повышение финансовой грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации». Практически на сегодняшний день это пятая неделя финансовой грамотности. Каждую неделю есть определенная тематика. Основная цель мероприятия – формирование у населения основ финансово-грамотного поведения. Неделя сбережений направлена на привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. Местом проведения Всероссийской недели сбережений-2018 был выбран Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Аделя Шамилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. Из конструктора Лего можно построить башню, дом, собрать робота и многое другое. Новая технология Лего Serious Play позволяет применять этот конструктор и в образовательных целях. Как именно, расскажет Анна Глазунова. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета для учеников лицея имени Николая Лобачевского прошла тренинг-сессия «Взгляд в будущее». Такие занятия помогают лицеистам определиться с будущей профессией. Тренинг-сессия состоялась по новой технологии – Лего Serious Play. Это метод игрового моделирования различных ситуаций, используя детали конструктора Лего. Основная цель – развить творческое мышление участников, заставить их отключить стереотипность мышления. В образовательной сессии приняли участие также магистранты и преподаватели Института психологии и образования КФУ. Анна Глазунова, Ленардо Валерьяров, Универньюз. Организаторы Олимпиады «Я – профессионал» познакомили казанских студентов с основами бизнеса. О том, чем запомнилось прошедшее мероприятие, расскажет наш корреспондент. Студенты с различных вузов в Казани приняли участие в презентации Олимпиады «Я – профессионал» и прошли тренинг по гибким навыкам в мире бизнеса. Я провожу открытый тренинг по soft skills, так называемым мягким навыкам. И это одна из важнейших составляющих для успешного роста, для успешной карьеры. Потому что в отличие от профессиональных навыков, которые помогают хорошо делать карьеру, soft skills, как раз мягкие навыки, помогают более правильно перед собой ставить цели, лучше коммуницировать в коллективе, более сплоченно работать в команде, брать ответственность за результаты на себя. Если говорить про мою короткую речь, то я, скорее всего, поделюсь своим опытом, опытом построения карьеры и вообще, в принципе, работы в Яндексе, в Казани, в казанском офисе. А основной посыл мой будет заключаться в том, что необязательно переезжать куда-то еще в поисках хорошей компании, хорошего места, реализоваться можно и здесь, в Казани, в Татарстане. Соревнования в Олимпиаде – одна из главных задач, ведь все будут стремиться стать первыми. Желательно, чтобы университеты республики вошли в число лучших. Так подчеркнул проректор по инженерной деятельности КВУ. Для всех университетов значимо именно проведение Олимпиад для студентов. Это же позволяет, ну, по крайней мере, оценить свои возможности и сравнить ее со всеми другими вузами. После тренинга руководитель Олимпиады Я-профессионал Валерия Касамара привлекла внимание зрителей к презентации студенческой образовательной Олимпиады. Дипломанты Олимпиады получат возможность пройти стажировки в лучших компаниях России. И, конечно же, это продолжение обучения по своему или другому направлению, потому что дипломанты могут поступать без вступительных испытаний во многие российские вузы, соответственно, в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, универгнус. Каковы проблемы качества современного образования? С какими вызовами столкнулись современные науки? Об этом и многом другом говорили на конференции «Наука и младежь». Уже ставшая традиционной для Елабужского института КФО международная студенческая научно-практическая конференция «Наука и младежь» состоялась в одиннадцатый раз. Работа конференции проходила по секциям «Современные проблемы управления качеством образования», «Цифровые педагогические аспекты», «Организация образовательного процесса», «Филологические науки», «Культурология» и «Экономические науки». Учитель должен быть исследователем, он постоянно должен отслеживать процесс обучения, свою деятельность, делать выводы и работать на основе анализа различных факторов, которые влияют на качество организации образовательного процесса. Писать грамотно на татарском языке – вот к чему призывает ежегодная образовательная акция «Татарча диктант». Проверить свои знания мог любой желающий. Диктант написали во всем мире. Жители Казани с удовольствием присоединились к этой акции. Анна Гузунова с подробностями. Весь мир пишет на татарском. 27 октября в 20 странах мира и в 60 регионах России прошел «Татарча диктант». Образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке состоялась и в Казани. Центральной площадкой написания диктанта стал Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Лева Толстого Казанского федерального университета. Участие здесь приняли более 200 человек. Это школьники, студенты, взрослые и пожилые люди. Я уже участвовала, когда училась на первом курсе, и мне очень понравилось. Сам диктант тоже был несложным. Но вот одна такая сложность была, конечно, с красными строками у меня. Думаю, что оценка будет положительной, надеюсь, на лучшее. Ну, конечно же, отличается то, как диктует филолог, и то, как диктует заслуженный артист. Заслуженный артист диктует так, благодаря своему голосу, наверное, более художественно и интересно. Текст диктовала заслуженная артистка Татарстана, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимулина. Я помню, когда училась в школе, мне всегда хотелось примерить на себя вот эту вот интересную ношу, как диктовать диктант. И сегодня, можно сказать, сбылась моя небольшая мечта детская. В Татарстане участники акции писали отрывок из произведения выдающегося татарского писателя Гаяза Исхаки «Осень». Проверять диктант будут преподаватели-филологи Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдулы Тукая Кафу. Результаты будут известны менее чем через месяц. Анна Глазунова, Ленарда Валитьяров, Универньюс. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях первыми. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин